Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, Ирина, расскажи сейчас немножечко о себе, чем ты занимаешься, как ты работаешь с этой темой. Потом я тоже о себе расскажу, потому что здесь наверняка есть твои подписчики, которые меня не знают. Да, меня зовут Ирина Папахина. Я коуч эгоистов и катализатор перемен. Эгоистов правильные, которые слышат именно себя, да, и понимают, что они хотят сами. Я человек со стороны, с которыми разговаривают. Я сама сейчас работаю с психологом по поводу прокачки своей женственности, да, прямо сейчас нахожусь в этом процессе. Я как коуч веду несколько клиентов с запросом на раскрытие женственности. Это немножко по-другому работает, да, потому что и коуч, и психолог — это всегда люди, которые подсвечивают, да, подсвечивают то, что ты не видишь. То есть я коуч, знаю, как работать с этим, но сама с собой я применить это не могу. Потому что я от себя прячусь, да, я начинаю сама с собой заигрывать, да, на мозге вообще такие достаточно интересные вещичка. И у меня тоже, да, Марина как-то правильно сказала, вот это вот ощущение, что во мне, во мне много, знаешь, даже, наверное, не мужских энергий, а энергии, знаешь, вот мамы, энергии каких-то вот хозяйки. И, конечно, да, во мне тоже много энергии как профессионала, то есть я знаю, как достигать, как к этому нестись, да, радостно как ставить, как вот, знаете, накинуть на себя узду и помчаться как лошадка, да, вот это всё. Вот, а всё-таки женские энергии, это немножко про другое, да, это про расслабленность, это, кстати, ты знаешь, что я вчера, я вот тоже в своей истории писала, очень отклик сильно это получила, когда я вчера вдруг поняла во время сессии, что женщина это не результат, результат это про мужчину, да, что вот дойти до результата, какую-то получить медальку, получить какой-то приз, да, там, не знаю, всех догнать и перегнать, это вот как раз очень про мужчину. А женщина, оказывается, это процесс, да, это вот когда ты в этом находишься. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому откликается, да, и кто главный в процессе, мне так интересно, есть ли эти люди, которые, да, наслаждаются процессом, потому что я реально человек результат. Да, я очень люблю, я умею клиентов очень хорошо приводить к результату, да, и, естественно, мы идём там, ну, с кем-то там две-три сессии идём, а с кем-то вот в долгосрочные сессии, да, когда мы там приходим, из точки А в точку Б, да, вот это вот пресловутые. Но многие, и я в том числе, как женщина, забываю про то, что это все процессуально, то есть ты должен наслаждаться этим процессом, что не должен, а хотелось бы, да, наслаждаться этим процессом, увлекаться вот этим. А у тебя как, Марина? Я с тобой соглашусь в том плане, что женщина – это про поток, это про процесс. Есть в этом правило исключения, как и везде, в том плане, что я сейчас буду говорить с точки зрения натальной карты. Есть женщины, которые про результат. Ну, таких меньше всего, да, но они просто есть. Но даже такие женщины очень важно не, как это сказать, ставить цели, причем ставить какие-то цели, такие, знаешь, может быть и завышены, потому что их природа жить в неком таком соревновании, в таком, в постоянном, как, знаешь, вот, достигать, достигать. Это их природа, природа Амазонки, у них много карты очень огня, много Марса, очень сильная физическая, психологическая энергия. Но даже этим женщинам важно наслаждаться процессом, потому что самая, самая базовая женская настройка – это про наслаждение. Наслаждение и удовольствие вообще постоянно. Если наше удовольствие будет зависеть только от конечной точки, вот теперь представьте, да, даже на самом банальном, самом простом примере, который проходит, ну, практически каждая женщина – это беременность. И 9 месяцев – это процесс, который ты не поменяешь, ну, вообще никак, при всем своем желании, ребенок раньше здоровый не родится, да, и позже, в принципе, тоже. Поэтому заложено природой, 9 месяцев ходи беременной, проходи все эти циклы. И вот вопрос, что делать 9 месяцев, если ты достигатор? Страдать и ждать, когда родится ребенок, и только тогда порадоваться, или наслаждаться процессом? Наслаждаться вот этими 9 месяцами беременности, и потом, конечно же, порадоваться своему чуду. Элементарный пример. Я тебе могу только про себя сказать, да, что у меня трое детей, и все три раза никакого наслаждения беременностью у меня не было даже рядом, потому что я как раз, знаешь, летела на всех порах к тому, что, о, вот уже скоро будет вот дата, да, вот уже скоро будет ПДР, вот уже будет скоро пора рожать, да, вот я сейчас рожу, и, наконец-то, ты понимаешь, я, например, я вот сейчас сказала, да, про то, что вот, ну, нужно отдаваться этому процессу, я поняла, что я ни разу из своих беременности процессу не отдавалась, понимаешь? Я причем, знаешь, даже как-то вот не позиционировала себя как, ну, знаешь, это вот как, я вроде бы беременна, да, но физически, а мозгами, нет, знаешь, вот эта вот история, да, что вот я сейчас рожу, и жизнь продолжится, да, а вот этот вот момент, когда ты, ну, там, и живот мешает, да, там, и токсикоз, там, или еще что-нибудь, ну, какие-то вот сопутствующие, да, а вот так вот, чтобы я, я знаю, что есть женщины, я искренне, нет, знаешь, я даже, наверное, вот не завидую, а радуюсь за них, за то, что вот они, да, там, вот там, у меня первый месяц, они там фоточки какие-то выкладывают, да, они во всем вот этом вот варятся, да, вот у меня там второй месяц с животик, вот там третий месяц, а у меня там, вон, вот так подрос, ой, сегодня там мы зашевелились, да, бла-бла-бла, вот это все, это так мило, на самом деле это так классно, да, но я всегда эти периоды знала, что пролетало у меня, да, рождение такое, при этом у меня есть натальные карты, вот как ты говоришь, да, вот это вот там огонь, солнце, все такое, я скажу про своих клиентов, у меня тоже есть клиенты, я очень увлекаюсь сиблингами, да, это рождение людей в их родной семье, да, то есть вот если у тебя есть младший брат, старший брат, младшая сестра, старшая сестра, сиблинги – это вот братья и сестры в их родной семье, да, не ту семью, которую ты создал, а там, где ты родился, и вот как раз у старших сестер, сестер и старших сестер братьев, то есть если ты самый старший в семье, да, у них как раз вот эта вот история про достигаторство, да, про то, что им это важно, то есть вот их нельзя этого лишить, потому что это их кайф, и при этом при всем, я могу сказать, опять же, по своему опыту работы, что как только эти люди начинают вводить себе в практику какие-то расслабления, какие-то удовольствия, какие-то наслаждения, они выходят на качественно другой уровень, у них даже цели меняются. Обязательно. Да, у тебя тоже такое действие в практике? Конечно, да, 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 ну потому что это изначально возвращение к себе, к своей природе, если мы говорим про женщину, да, возвращение к своей природе, и ты живешь в созвучии со своей природой, но это то же самое, как плыть по реке, по течению, и ты знаешь точно, что река плывет туда, куда, ну в смысле течет, течение тебя принесет туда, куда надо, то есть плыть по течению, а ты там будешь какие-то усилия все равно минимальные там прикладывать, но минимально в основном это будет кайф-процесс, наслаждение процессом, а можно плыть против течения, и как бы ты все равно плывешь туда, куда тебе надо, потому что, ну как бы, если это особенно быстрая горная река, потому что ты с ее течением не справишься, но сколько ты сил туда уходокаешь, сколько ты времени, во-первых, то есть это затратиться будет больше, сил, энергии, и, соответственно, вот, ну, то есть такой пример, поэтому, когда мы живем в созвучии со своей природой, да, со своим истинным я, мы все вот эти свои желания, все свои цели, намерения реализуем гораздо быстрее, гораздо легче, вот отсюда это слово про поток, то есть это когда я живу в созвучии со Вселенной, и Вселенная в ней откликается всякими различными вещами, и, там, клиентами, деньгами, ситуациями, там, подарками с разных сторон, скидками, окружением, возможностями, ну, то есть вот это реально такое, смотришь на таких людей, думаешь, ну, он такой, что он вообще ничего не делает, он может делать, он может и работать много, да, это не про лентяйство, есть люди, как те же женщины, у которых там в карте заложены именно какие-то, ну, очень высокие, там, карьерные, либо бизнес высоты она достигнет, и это про труд, причем такой, может быть, и сложный, и периодически такой, такой прям с надрывом, но в любом случае она будет этот процесс проходить в удовольствие, как, и там не будет вот этого насилия над собой, там не будет насилия над своей психикой, над своим телом, это все будет в кайф, это, вот, мне кажется, самое главное. Там, да, там пишут, обожаю. Обожаю наслаждаться жизнью, это мое, все это, суть моя истина. Людмила, ну, я классно, за вас очень радуюсь, что вы это умеете делать. Вот, ты знаешь, Марин, иногда очень сложно понять, вот, ты очень классную метафору привела с рекой, да, сейчас, про то, когда ты плывешь по течению, когда плывешь против течения. Я в своей практике вижу, что люди очень часто не понимают, что они гребут против. Очень часто. Вот ты, если ты встречаешь это в своей работе, ты с этим как поступаешь? Как человек приходит или начинает говорить, что это я делаю, 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 у меня ничего не получается, но я же горю, я же хочу, я же понимаю, что я хочу вот это, но я делаю, 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 и все, пипец, результат у меня, что делать, да? Что делать в этом случае? И обычно для меня это маркер того, что, во-первых, вы, это маркер для меня, как для коуча. Я понимаю, что человек себя не слышит. Да, ну, то есть ты не можешь многократно прикладывать усилия и не получать ничего в ответ. Ты либо получишь по голове обухом, когда тебе скажут, ну, ты вообще не туда идешь, да, и тебе наскучат за это, либо же у тебя будут хоть какие-то результаты, да, если у тебя нет ничего, это же говорит о том, что ты, наверное, просто неправильно идешь или идешь не туда, куда тебя сердце твое зовет, да, куда там ты должен идти. Должен именно по своему предназначению, да, я имею в виду не должен, не потому что ты должен взять котомку и пойти, да, сейчас, а именно потому что, если ты не в потоке, понятно, что у каждого бывает вот этот вот момент, когда мы сталкиваемся с какими-то трудностями, которые действительно нужно преодолеть, но ты понимаешь, что ты все равно это делаешь, пока тебя несет, да, вот это вот, Сань, что тебя несет, у тебя какой-то порожек, ты через него перепрыгнул, и обратно тебя несет, и как ты правильно говоришь, да, тебе со всей сторон сыпятся либо подарочки, либо какие-то, я не знаю, там, денежные вознаграждения, либо там женские какие-то вещи, да, очень, либо там, ну, действительно, даже там, я не знаю, скидка на твою любимую косметику, да, то есть ты видишь, что все складывается вокруг, да, как ты поступаешь, если шаг приходит, и ты понимаешь, что он гребет против течения. Ну, смотри, ко мне, наверное, приходят только те, которые гребут против течения, специфика астролога просто, специфика работы, вот, если там к коучу, мне кажется, могут прийти те, которые плывут по течению, но просто хотят немножко ускорить процесс течения, да, выровняться, да, выровняться, то ко мне в основном, ну, приходят именно те, которые гребут не туда, вот, и моя задача как раз человека направить, и каким образом это происходит. Во-первых, все мое наставничество, оно строится на натальной карте человека, то есть я делаю анализ, я там вижу и предназначения, и особенности, и сложности, с которыми человек сталкивается, и как раз я ему простраиваю стратегию путь движения. Эта стратегия путь движения, она основывается на том, что человек начинает формировать совершенно новые привычки. Привычки, причем эти привычки бытовые, у кого-то это может быть даже спортивные привычки, то есть у человека, например, обязательно заниматься спортом. Я вот у меня только закончилась. Обязательно заниматься спортом, меня это сразу как сердцом, знаешь, как трынцом. Это пока ты не знаешь, для чего тебе. Сейчас расскажу на примере. У нас закончилось буквально наставничество с одной девушкой, Дашей. Я ее историю выкладывала в сторис, у меня все мои подписчики наблюдали этот сериал. И она пришла ко мне с тем, что она в долгах находится, и как бы уже все. Ну, то есть такая задница полная. Ей оттуда надо выходить, она уже перепробовала все, что могла. Говорит, ну, остался только последний шанс островок. Вот. Я говорю, ну, последний он зато самый действенный, нормально все будет. Натерять тебе уже нечего, поэтому все. Да, да, да. Вот. И в ее натальной карте, так, я вернулась, и в ее натальной карте у нее как раз спорт, это обязательно. Сейчас прям даже объясню, почему. Потому что ее, если еще знает кто-нибудь там чакральную систему, у нее ведущая первая-вторая чакра. Первая-вторая чакра. Это наши ноги, это наши бедра. Вот. Если мы говорим про физику. То есть заниматься спортом в плане приседаний, в плане там бега, когда мы качаем именно вот эти вот мышцы, да, то есть ягодицы, бедра. Это будет все включать ее чакры и привозить ей деньги, приносить ей деньги. Потому что у нее как раз вторая, ну, как бы область второго чакры, она отвечает у нее за деньги. Вот. Соответственно, я говорю, чем накачаннее у тебя попа, тем больше денег в твоей жизни. Она говорит, ты знаешь, ты единственный фитнес-тренер, который меня за 30 с лишним лет замотивировал заниматься спортом. Потому что мне всегда было пофиг, какая у меня попа. Ну, пускай она чуть-чуть обвисшая. Мне все равно. Мне она и такая нравится. А у Ким Кардаши тоже эта чакра прокачана? Я не знаю, я ее не смотрела. Слушай, посмотри ее на тайную карту, потому что там, я кажется, у нее прям из денег-то сколько, слушай. Да, ну, то есть у нее, если там вторая чакра тоже задействована, то тогда, значит, она идет по своему пути, она делает то, что надо. Конечно, по своему пути идет. Ну, слушай, к тому, как у нее все складывается. Да, 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 согласна с тобой. Ну, в общем, это к тому, что пока ты не знаешь, зачем тебе спорт, он тебя и не мотивирует. А когда Даша узнала, что у нее цель есть, выйти из долгов, выйти на плюс-минус, а в плюс, и для этого надо качать попу. Она у меня качает, как родненькая, 5 недель каждый день. И заодно здоровье поправит, как бы, свое физическое тело, и еще и муж появится. Я тут с тобой соглашусь, конечно, на все 100%. У меня тоже, когда клиенты доходят именно до того, что они истинно хотят, да, вот, что они на самом деле хотят. Там ты будешь и прыгать, и бегать, да, и качать, что хочешь себе. Причем качать, это, ну, я в кавычках, кто-то качает, кто-то танго танцует. Да, это абсолютно, у каждого индивидуально. Да, как-то это, да, как-то это, а кто-то вообще петь начинает, да, и от того, что ты начинаешь петь, ты понимаешь, что дыхалки не хватает, нужно бегать, да, там, или плавать, к примеру, да, то есть у тебя все там одно на другое накладывается. У меня в практике, когда приходят люди, я понимаю, что они гребут против течения, я сразу же даю какие-то задания на расслабление, да, вот это вот тело, чувство, логика, да, потому что те, кто плывут против течения, они, как правило, очень головой. Да, они очень головой, они перестают себя чувствовать, и самое сложное из заданий, да, даже не из заданий, а самый сложный вопрос на коуче-тессии у меня, что ты сейчас почувствовал в этот момент? Все, паника, истерика, просто сразу же, слезы на глазах, я не знаю, я не, давай дальше, или, или, или знаешь, как вот выходит из этого, давай следующий вопрос. Вот так вот, да, когда я не хочу, да, там, не слушать себя, да, там, ни что, я сразу же врубаю, вот в этом случае, я прям даю, я коуч с домашкой, я даю домашку прям сразу практике на расслабление. Причем, ты знаешь, даже вот 15 минут, я говорю, вот, слушай, вот давай, я тебе даю практику на расслабление, 5 минут, мне не надо много, просто пришли отчетчики, там, два раза в неделю сделать, пожалуйста, назначите мне сам дни когда-то это будет сделать. И, и понеслось, ой, слушай, я не могу, у меня сегодня были дети дома, а я не могу, у меня было совещание в это время, а я проводил, даже, ну, там, если это мужчина, да, например, а я, ко мне приехали клиенты, я не могу сегодня это сделать. Пять минут, Марин, пять минут в жизни я не могу выделить тебе, потому что я боюсь, что я там, конечно, да, да, я боюсь, что я там почувствую, да, это вот как раз про вот это, вот то, что мы с тобой говорим, пришли вот к этому, к истинным желаниям, да, что, и знаешь, еще у меня, что, это вот у меня очень часто вопрос от мужчин такой, а что вдруг, если я буду делать то, что я захочу, я не захочу жить той жизнью, в которой я сейчас живу, вдруг мне все придется взять и холомать, поменять, да, сейчас, знаешь, я тогда, первые у меня, когда были такие клиенты, я, конечно, спадала в такой супор, спрашивала, ну, а как же, вы что же, получается, живете совсем не так, как вы хотите, да, ну, как бы, то есть, а кто-то ведет, все время, но не ты, не ты отвечаешь за свою жизнь, да, то есть, вместе с истинными желаниями появляется и ответственность за эти желания, да, что ты услышал, и вот это вот страшно, вот, кстати, если ты говоришь, что к тебе приходят люди, которые гребут против течения, которые в жопе, как правило, да, они к тебе пришли, извините, нормально, они пришли, и нужно, нужно менять, да, вот как ты поступаешь, или к тебе приходят уже тогда, когда страха нет, потому что ко мне приходят и накапывают вот это вот то, что мне страшно, или к тебе приходят уже, когда вот действительно последний порог, когда уже там бояться нечего и дальше. Нет, там все равно страшно, даже если последний порог, все равно страшно. Ты знаешь, в моем случае, наверное, мне проще в том плане, что страх, он отступает сам по себе через вот эти вот действия, механизмы, да, методологию, которая вот на натальной карте рассчитана, то есть человек раскрывает потихонечку свой потенциал. Он раскрывает это качество, это качество, это качество, это качество, страх остается, но он по сравнению с тем, что было, он становится меньше, вот, и, соответственно, человеку проще делать какие-то действия другие, вот. Вот, у меня вот, и мы к этому, конечно, иногда идем, ну вот, например, у меня наставляемая была одна, и ей я прям дала задание, оно уже было дополнительным, потому что мы работали с ней тоже про деньги, как и с Дашей, но у нее еще там, значит, деньги немножечко, знаешь, смиксовалось с отношениями, вот, и ей было страшно попросить помощи, то есть, вот, мужчин, то есть у женщин она спокойно, ну, как бы тоже не очень, но у женщин можно, да, у мужчины не может попросить помощи, да, то есть мы, я еще в чем, я не ныряю никогда в прошлое, мы не копаемся в травмах, мы всегда смотрим в свою силу, в свой ресурс, вот, и через ресурс идем. Да, да, через ресурс идем, и, соответственно, как бы, ну, я сначала дала ей задание просто каждый день у кого-то просить помощи, ну, вот, просто, чтобы этот барьер переступать, хотя бы у кого хочешь, хочешь у женщин, то есть не принципиально, хочешь у родных, у близких, у кого хочешь, вот, и потом в конце, уже вот на последней неделе у нас, я дала ей задание попросить помощи, причем подарок ей подарить определенный у мужчины, то есть она не может это сама купить, она не может попросить, ей должен купить мужчина. Она такая, она такая, мне, значит, ну, она больше на сессии сама себе доказывала, нежели мне, ну, вернее, мне доказывала, но в первую очередь на себе, как она-то будет, как это, она, значит, да, я сделаю, такая, все, браво, вот так, вот так, вот так, а потом в конце своей бравады я прям чувствую задор, там, все, в конце своей бравады, она говорит, это ж я сейчас на словах такая, говорит, веселая, говорит, а я же как сейчас начну действовать, я же, говорит, дуюсь, я говорю, я тебе сдуюсь, я говорю, вот, я говорю, ты хочешь, ну, напоминаю ей про цель, я говорю, хочешь, давай, все. Она хочу, конечно, но она в этот же день, ну, она еще пока не выполнила задание, то есть ей не подарили, но она пошла и просила, то есть она прям мне отчет пришла, и она говорит, ты знаешь, и она говорит, ты знаешь, и я кайфанула от этого процесса. Я, говорит, сначала страшно, а потом я вошла в такой азарт, и вот что позволило ей войти в азарт, если бы я ее в самом начале, вот на первой неделе попросила это сделать, она бы никогда не сделала, и если бы сделала, то она бы сделала это через стресс и через боль, через надрыв, но у нас уже была работа 4 недели, и за эти 4 недели она укрепила, то есть вот эту же луну, тоже солнце, я работаю с этими базовыми настройками, то есть у нее уже, знаешь, как бы внутренние настройки, они окрепли, и это позволило ей вот это, завершить этот шаг, причем легко, играючи и еще кайфануть, но вначале было страшно, по привычке, а страшно по привычке, страшно именно банально по привычке, потому что мозг привык испытывать чувство страха, когда перед ней стояла задача попросить, и тут она, значит, попробовала, и это оказалось вообще не страшно, это оказалось классно. Слушай, ну это вот признак профессионализма, конечно, когда ты понимаешь, что клиент уже готов, да, то есть не то, что ты вот, как ты правильно сказала, что ты там не в первую неделю на нее свалила, да, иди там проси, быстро, а то, что ты подождала, поняла, что она готова, и поняла, что нужно немножечко, капельку поддавить, да, я имею в виду в том смысле, что дать вот поддержку вот этого вот, да, который, что да, ты сможешь, ты же знаешь, ради чего ты идешь, ты уже знала, как с ней работать, разговаривать. У меня у клиента, знаешь, иногда бывает вот так, как ты рассказываешь, да, я смогу, они настолько цепляются за старых себя, я смогу, я вот это сделаю, я сделаю, 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 а я слушаю и понимаю, что нет, да, что, ну, я, ну, тоже же, да, какой-то опыт есть. Сейчас, секунду, сними меня хоть, знаешь, выложу в сторию, что ли, сижу в кафе, проходит подружка, говорит, а что, у тебя эфир, я говорю, да, да, у меня прямой эфир. Вот, и когда клиент начинает прям, что вот нет, нет, вот я за себя старую держаться буду, а свои сильные стороны прокачивать не буду, и вот к вопросу как раз нашего эфира, да, про то, что и про деньги тоже, да, вот это вот женственность, свобода истинная, или когда ты истинно слышишь себя, то, что ты хочешь, ты получаешь свободу, потому что ты делаешь то, что хочешь ты сам в первую очередь, да, поэтому это несет, когда ты вот это вот чувство первый раз ощущаешь, свободу делать то, что хочешь именно ты, а не навязанное кем-то там, и когда тебя начинает нести, это, конечно, ты его никогда ни с чем не стыкаешь, да, это чувство, что тебя начинают, и понеслась, да? У тебя клиенты уходят на таком шаге, когда ты их доводишь до вот этого состояния свободы, и они уже могут действовать сами или сеть на этом? Или на чем уходят от себя? У них, да, то, что они все это могут дальше делать сами. У них прям прописанная стратегия действий, потому что все вот эти действия, да, вся эта методология, которая приведет их к, знаешь, к их высшему потенциалу, конечно же, это делается не за один день, даже не за пять недель. Мы раскручиваем колесо, да, вот этот маховик, и дальше у них есть ну, три варианта действий. Первый это идти самостоятельно, у них все это есть, у них уже наработалась привычка, и просто продолжать это делать, да, вот, соответственно, и с каждым разом будет все круче, круче, круче результаты, я говорю, вот, через пять недель это одни результаты, через два месяца это другие результаты, а через полгода третий вообще совершенно космический результат, если ты будешь продолжать все это делать. Вот, у них есть, если там совсем история такая, когда человек, ну, вот, еще мы, как говорят, знаешь, понимает за собой, что там совсем была какая-нибудь там ситуация, что очень сильно поражены планеты, очень слабая воля, и человек понимает, что через пять недель мы прокачали, но еще не настолько, что это, что сопротивление сильнее, и мы тогда продолжаем с ним идти так же, то есть там можем идти второй месяц, например, да, вот, и третий вариант, это когда, это я советую всем своим наставляемым, потому что это самый такой оптимальный вариант, когда ты после наставничества, после пяти недель переходишь в мой закрытый клуб, то есть там нету моего вот именно наставничества, но там есть моя энергия, там я с ними раз в неделю, мы созваниваемся, мы общаемся, то есть вот это, когда человек находится в моем поле, ты сама работаешь наверняка там и с психологом, и не только с психологами, понимаешь, когда ты с твоим наставником, с психологом, с учителем там, если там занимаешься, не знаю, той же йогой, фитнес-тренером банально, ты с ним находишься на связи, и думаешь, съесть мне пироженку или нет, и ты понимаешь, что ты на связи со своим фитнес-тренером, это тебя тормознет, вот, а когда ты как бы понимаешь, что ты с фитнес-тренером не на связи, ты сожрешь эту пироженку, вот, то же самое здесь, ты как бы находишься в поле, ты находишься в процессе, ты продолжаешь работу, вот, и поэтому я специально для своих наставляемых, у меня был закрытый клуб, он год, он был рассчитан на год, он просто существовал как раз в год, у меня есть выпускники, я ими горжусь, но вот он у меня около года был закрыт, я не набирала новых, потому что, знаешь, я понимала, что вот тот, какой он был, мне он уже не нравится, он должен быть каким-то другим, но у меня не было понимания, какой он должен быть, этот клуб, и, соответственно, я примерно, ну, я сама за этот год очень сильно выросла, очень сильно трансформировалась, то есть у меня поменялось очень много в жизни, я поменялась, мое мышление поменялось, методы поменялись, и вот сейчас я поняла, каким должен быть этот клуб, и как раз я поняла, что вот он нужен как раз как место для общения, именно после моего наставничества, когда выросли, но при этом они рядом, пока еще рядом, пока когда совсем уже окрепнут, когда это уже там через пару-три месяца уже станет, все эти действия, действительно частью жизни, и неотъемлемым ритуалом, как нога, рука или голова, вот тогда все, можно прям тотально уже освобождаться, можно продолжать ради фана, ну и плюс это классное окружение, люди, которые прошли похожий путь, которые по схожим интересам, схожие по ценностям, по убеждениям, это всегда классно, потому что что-то друг друга помогает, поддерживает. Ты когда работаешь с помогающими специалистами, как ты правильно говоришь, это и психологи, это и коучи, и астрологи, возможно, это очень часто, особенно если человек приходит в трансформацию, особенно если это человек, который плыл против течения, как ты говоришь, да, и в какой-то момент он осознает, что он вот находится не там, где ему хотелось бы быть, начинается трансформационная работа, и она очень часто болезненная, да, то есть когда ты понимаешь, что в общем-то, о, черт, а я же на самом деле-то вообще не то хочу, к чему иду, мне это вообще не надо. Касательно женщины, кстати, самое сложное, я говорю-говорю, да, прихожу к какому-то выводу, самое сложное, в чем женщине сейчас, в наше время, сложно себе признаться, у меня таких клиентов прям вот много, да, что женщина признает себе далеко не на первой сессии, что она хочет жить за счет мужчин. Вот это сейчас почему-то настолько, это так сложно, то есть человек приходит, да, она по всем своим повадкам, потому что она говорит, коучи-психологи, они очень слушающие, да, особенно когда это люди профессиональные, они слышат буквально с ваших трех-четырех предложений, куда вы хотите идти, да, и когда ты слышишь человека, и вот человек делает какие-то конструкции, выстраивает большие, что я хочу вот здесь зарабатывать, и талант есть, и могут, да, я вот здесь хочу зарабатывать, здесь хочу, здесь хочу зарабатывать, и ты слышишь между строк, что человек хочет просто, чтобы зарабатывал мужчина, а она была при муже, неважно, муж это, да, или это там, просто мужчина, с которым она живет, или даже женщина, да, партнер, да, что она хочет жить за счет партнера, Она не хочет сама работать. Вот это почему-то на сессиях сейчас вполне нормально. Девочки, женщины, вы можете жить так, как вам нравится. И можете иметь желание, которое вам нравится. Если вы не хотите работать, вполне нормально. Нормально работать, нормально не работать, если для вас это приемлемо. И вот это у меня почему-то, да, то есть приходит женщина с истинным глубоким желанием. Я не хочу работать, я хочу быть при муже, я себя хорошо при этом чувствую, да, я при этом расцветаю, я даю ему силу какую-то, да. И вот это вот что, когда вот эта женщина, которая приходит с самого начала, выстраивает кучу конструкций, как она будет зарабатывать и на какую-то там, это не на первой сессии происходит, да, это, как правило, происходит на седьмой-восьмой, когда мы идем в трансформацию. И когда она себе признается, что я хочу на самом деле вот этого, вот после этого у меня, как правило, этот клиент уходит на месяц-то-два, потому что ей просто нужно с этой мыслью как-то домой пожить. Да, да, ее настолько это шарахает, да, что, я говорю, это не единственный пример, да, что она уходит, а потом появляется через какие-то два месяца и говорит, что как раз, я сейчас это веду вот к тому клубу, да, про который ты говоришь. Она говорит, мне нужно было в этот момент найти какое-то окружение, которое думает так же, как я, да, что мне хотелось понимать, что я не одинок, то есть мы с ней дошли до какого-то момента, она ушла на подумать. То есть у меня, кстати, клиенты очень часто возвращаются, да, либо вот я работаю с ними как коуч, но периодически, да, то есть коуч это не как психолог, что вы его взяли, и он у вас на протяжении там двух, трех, четырех лет или десятилетиями с вами, да, коуча вы можете браться в какую-то задачу. Вот я говорю, а потом эта женщина уже приходит с целью, да, я хочу жить за партнером. Как мне теперь вот свои отношения выстроить таким образом, да, что, ну, я бы пришла совершенно другая с ней отношение, да, или там с ней, потому что я не этого хочу, да, и вот как, вот так, кстати, вот ты видишь по натальной карте, да, что место вот этой женщины, которая к тебе пришла, оно не на то, чтобы вот зарабатывать ресурсы, а на то, чтобы получать, да, там, в виде подарков, в виде там, ну, какого-то содержания, да, но это сейчас звучит не очень, да, там, негативно окрашено, да, это слово, но это же тоже нормально, это имеет место быть, да, что вот это по натальной карте видно или нет? Видно, да, видно, видно, что деньги приходят там. А как ты реагируешь клиентки? Клиентки как реагируют, как ты им это? Я даже как-то никогда, у нас, ну, вот такого какого-то прям запоминающего случая у меня не было, сегодня у меня была диагностика в клубе астрологическом, вот, там, где девчонок делала диагностику по натальной карте экспресс, и одной из девушек, как раз я ей рассказывала про то, что у нее деньги приходят от партнера, ну, то есть ее деньги приходят от партнера, но я, вот только сегодня это было, реакция, не знаю, то есть не было какой-то или а, или ох, то есть как бы как-то естественно, я даже не могу тебе ответить на этот вопрос. Слушай, а у меня вот, я говорю, у меня прям, я прям вижу, знаешь, насколько сильно влияет вот сейчас общество, да, и вот эти вот, я почему именно говорю про истинные желания, про истину, что ты хочешь на самом деле, да, потому что очень много всего наносного сейчас, да, Согласна. Ты открываешь там тот же инстаграм, ты видишь там, я догнал и перегнал, там, я не знаю, как ты заработала сегодня 10 миллионов, а Наташа вчера заработала 135 миллионов, да, и я тоже так хочу, я, а как же вот так, а если скажут, что я за партнером, да, то как вообще ко мне будут относиться, а что же я тунеядка и все такое, да, То есть у меня вот это на связи действительно очень часто встречается, и это очень сильно полирует ваше истинное желание, то есть это как раз тот момент, когда вы плывете против течения, вы не идете за собой, вы идете за обществом, причем, что самое интересное, на осознание этого нужно какое-то время. Хотя еще раз говорю, да, да, что поддерживающие специалисты, они это видят достаточно быстро, просто вся остальная работа, да, она идет уже на то, чтобы вы действительно понимали, что вы действительно хотите, да, потому что вы все равно, когда вы начинаете рассказывать про себя, психологи и коучи, они, это я в прямом эфире много болтаю, да, когда ко мне приходит клиент, я 80-90% времени молчу, говорите вы, да, Я очень внимательно слушаю, что вы там говорите, особенно внимательно слушаю я там, где вы начинаете эмоционировать, когда у вас там, например, идет жесткое отрицание, да, или вопрос там, вы хотели бы жить за счет партнера? Нет, вы что, обалдели? Да, ну, окей, мы вернемся к этому вопросу. или наоборот, да, я могу и за счет партнера, а могу и так, то есть видно, что человек вполне может, да, там действительно и так, и так, его это не тригерит, это абсолютно нормально, и для него он видит поле. Потом, знаешь, вот тоже, Марин, возвращаясь к вопросу денег, да, у меня у клиентов часто бывает тоже момент, когда я не вижу пути для зарабатывания, ты со мной слышишь? Слышала меня, Марин? Да, слышно, ага. Я не вижу пути для зарабатывания, вот скажи, пожалуйста, натальная карта, она, у меня есть натальная карта, да, но я как бы для подписчиков тоже спрошу, да, она показывает то, откуда ты можешь взять деньги, помимо того, чем ты занимаешься. Да, она показывает тебе сферу, откуда можно брать деньги, и есть еще такая классная штука, называется денежные привычки или финансовые привычки, то есть это как вот из серии с Дашей, качаешь попу, у тебя прибавляется денег, то есть как увеличить свою некую такую энергоемкость, за счет каких действий ты увеличиваешь свою вот эту денежную емкость, и денег действительно становится в жизни больше, вот, то есть здесь уже зависит от того, что у человека, у человека какой вопрос, либо там самореализация предназначения, человек не знает, чем заниматься, или человек занимается, в принципе, у него все окей, просто хочет увеличить количество денег в жизни, тут будут разные подходы, разные рекомендации. То есть ты это рассматриваешь, просто смотри, ты упоминала, мы сейчас с тобой, когда в эфире были, да, ты говорила и про чакры, и про карту, это одно и то же, или это не одно и то же? Ну, карта натальная, это карта, просто можно сопоставлять чакральную систему с натальной картой. А, понятно. Кто-то ее делает, кто-то не делает, я ее делаю тогда, когда вижу в этом необходимость, ну, то есть когда я вижу, что здесь нужно через этот момент зайти, я захожу через этот момент. Вот, то есть смотри, смотри, если у меня, например, клиент говорит, слушай, ну вот я работаю вот в этой области, и в ней не зарабатываю, да, я не вижу и не понимаю, да, куда я могу приложить еще там свои усилия. Естественно, у меня есть какие-то коучинговые инструменты, которые работают очень классно на расширение вот этого вот поля, да, но скажи, пожалуйста, если она придет к астрологу с вопросом, где я могу еще заработать, ты, если будешь ей делать натальную карту, ты увидишь, в каких она областях будет, откуда ей придут более легко деньги. Ну, там, например, из торговли, да, там, или, я не знаю, там, из публичности, да, какой-то. Там это видно или нет? Это видно, да, в какой сфере, в какой сфере находятся деньги, это видно. Просто человек, опять же, повторюсь, не всегда готов менять ту же самую сферу деятельности. Вот, или даже в той, он работает в той сфере деятельности, где его деньги, но при этом у него есть там другие какие-то, ну, блоки, ну, часто встречается это, как это, породу, блоки семьи, породу. И человек работает, он вроде, он работает, причем на своей работе, там, где у него деньги, но денег мало. Не то, что их нет, просто хочется больше, и чувствует человек потенциал. А этот потенциал ему не дает, как это, использовать именно вот эти вот родовые установки, потому что там страх, туда страшно. Вот, и тогда у меня будут рекомендации не менять сферу деятельности, потому что от смены места, это, от смены, как это, мест, смены слагательных, да, короче, не поменяется. Да, да, вот, сумма не меняется. Я забыла, да, сумма не меняется. Спасибо, здесь все. От перемены места слагаемых? Да, сумма не меняется, вот то же самое. Соответственно, ему просто нужно тогда с этим поработать, и все, убрать вот эти ограничивающие убеждения. Да, да. Слушай, нам надо уже заканчивать эфир, не то, что надо. Я смотрю, что у меня батарейка садится, я боюсь, как бы так не было, что рухнет, и я эфир не сохраню. Понятно. Вот, поэтому, да, что-то как-то он у меня быстро кушается, на удивление. Предлагаю нам некий такой резюме, такое завершающее, чтобы я успела эфир сохранить, чтобы он остался у меня в ленте, потому что классный эфир. Давай. А что, мы вам в заключении можем сказать, что истинные цели, когда вы до них доходите, даже если это страшно, но когда вы понимаете, что вы хотите, вы получаете свободу выбора, действий, свободу зарабатывания денег. Ну и так как мы начали эфир с женственности, да, то и женственность вы тоже свое развиваете, если вы себя слышите и четко понимаете, что это нужно именно вам, а не кому-то другому, не Васе из соседнего подъезда, да, условно говоря. Ну и помогающие профессии, это всегда очень круто, да, потому что они подсвечивают то, что вы просто не видите. И поддерживающее окружение, да, Марин? Это самое поддерживающее окружение, которое ты создаешь, да. Да, мы с тобой прям вывели формулу успеха, получается, да, это поддерживающие профессии, посещать специалистов, это сильное окружение тоже поддерживающее, это истинные свои цели и понимание себя. Да, все, это формула успеха, четыре составляющие. Все так легко и просто, казалось бы, да? Да, 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 пока не займешься этим. Пока не этим не займешься, да, абсолютно верно. Марин, приятно очень было с тобой в эфире, желаю тебе хорошего дня, вот желаю тебе хорошего клуба твоего, чтобы все сложилось. Спасибо большое, спасибо огромное. Только получилось. И спасибо большое всем, кто с нами был. Да, спасибо тебе тоже, Риша, большое за то, что пришла, поделилась своими какими-то навыками, опытом, знаниями, историями, мне было приятно. Я думаю, что нашим зрителям подчеркнули для себя тоже много полезного. Если будут какие-то вопросы ко мне или к Ирине, пишите под этим видео, я его сейчас сохраню, вот, и мы вам с удовольствием ответим. Ну и ждем вас на наши поддерживающие программы в клуб, в наставничество, в клоучинг, пожалуйста, для того, чтобы определиться со своими истинными целями, найти себя, настоящую и найти свой высший потенциал. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. Ой, не бейте.